Стрелять! Стой! Стой! Пойдем! Мужики вынуждены стрелять по ногам! Стрелять буду! Стой! 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 Такс... Как стихотворение... Кстати, подожди тут... Это было стихотворение посвящено событиям в Крыму, где очень жестко я писал об аннексии Крыма. Мои стихи попали в такой резкий резонанс, во вскновке той эйфории, когда все кричали «Ура, Крым наш!» Всему виной мой стих об Украине, Которой я посмел желать добра. Трофеи триумфально выносили, Мой ноутбук забрал их главный босс. «А почему вы до сих пор в России?» Был напоследок задан мне вопрос. Было письмо за подписью двух моих земляков кромчан, опубликовано «В заре таким патриотам места в России нет». Говорили обо мне, что я извращенец, что я фашист, изменник, предатель Родины. Меня осудили по уголовному делу разжигания ненависти и вражды. Я был приговорен к 300 часам принудительных работ, получил запрет на два года на преподавательскую деятельность. У меня был конфискован компьютер как орудие преступления. Я оказался внесенным в список действующих экстремистов-террористов в России. Живу на пенсию своих родителей голую, поскольку все счета мои заморожены. 17 января этого года в 11 часов пришли ко мне с обыском сотрудники ЦПЭ. Но опять же дело идет о стихах. Они у меня изъяли очередной ноутбук по счету, изъяли все носители, электронные флешки, диски. Они лишают меня доступа в интернет, лишают меня рук и глаз, как я говорю. Это такая примитивная мера запугивания против всех этих самых несогласных. И в том числе такой недвусмысленный сигнал для остальных людей. Сидите и молчите. Вот слушайте первый, второй канал, вам там все подробно, популярно объяснят. Зачем вам что-то еще нужно? Какие-то альтернативные точки зрения. И кстати, этой власти очень сильно удалось. Народ запугали очень сильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Хорица» Продолжение следует...